С момента прихода Маурицу Сари в Челси Мы уже можем примерно предсказать основной состав синих Но одна позиция остается довольно спорной На позицию правого вингера в Челси претендуют Виллиан и Педро Оба этих персонажа довольно равны и понять кто будет основным довольно сложно Поэтому сегодня я вам помогу разобраться в ситуации и ответить на вопрос Кто будет играть правого вингера при Сари и как это повлияет на атаку Челси Для начала давайте поймем как играют наши товарищи Оба игрока играют на позиции правого вингера Но стили их игры довольно серьезно различаются Начнем с Виллиана Бразилец просто обожает брать мяч и протаскивать его к защитной линии соперника Виллиан обычно смещается вниз, получает там мяч и за счет своей скорости и дриблинга Протаскивает Лысого вперед, часто смещаясь в центр Такие маневры обычно выдергивают крайних защитников, создавая огромные свободные зоны за их спинами Наглядным примером может послужить момент в матче с Арсеналом, где Виллиан играл слева Посмотрите, Виллиан спустился вниз, где и получил мяч Этим он выдернул Белерина и создал пространство для сбегания Лонсо С другого ракурса отчетливо видно, как Виллиан сместился с фланга в центр Выдернув Белерина и создав пространство для сбегания Лонсо Стиль игры Виллиана сильно схож со стилем игры Эдена Азара Объясню на примере игры Эдена в матче с Хаддерсфилдом Эден сместился вниз на свою половину поля Получил там мяч и протащил его до линии защитников, когда и сделал ассист на Педро Виллиан просто обожает играть в подобном стиле, в этом и кроется его проблема В Наполе Сари использовал одного вингера, который смещается вниз и одного более традиционного вингера Роль первого исполнял Лоренцо Инсиния, а роль второго Хосе Кальехон Кальехон играл гораздо шире Инсиния и постоянно забегал за спины защитников Этого и будет требовать Сари в Челси В то время как Азар и Виллиан любят смещаться вниз, Педро играет выше и всегда готов сделать Забегание за спины защитников Педро не такой техничный и быстрый как Виллиан или Азар, зато он великолепно чувствует момент и делает забегание Испанец отлично работает без мяча и подбирает идеальное время для забегания Если вы следили за Наполе в прошлом сезоне, то видели, что неаполитанцы часто разыгрывают быстрые комбинации в одно касание Такими комбинациями в Наполе выходят из-под прессинга и развивают атаку Такое быстрое перемещение мяча фокусирует внимание соперника на этом самом перемещении мяча Благодаря этому забегающий игрок может открепиться своего опекуна и забежать в свободную зону Итак, давайте разберемся, как это будет реализовано в Челси Альваро Марата при таких раскладах будет играть весьма немаловажную роль Альваро в начале атак будет смещаться вниз, чтобы получить мяч от Луиза и увести за собой центральных защитников соперника Дальше Марата должен отдать передачу, например, на Жоржиню, который уже сделает заброс на забегающего Педро Объясню на примере, возьмем тот же матч с Арсеналом Смотрите, Луиза дает длинный пас на Педро Педро в одно касание передает мяч Канте, а Канте делает длинный пас на Аспелькуету Который, пробежав без особого сопротивления, отдал ассист В примере забегание делает Аспелькуета, но обычно это должен быть Педро Ведь Луиз зачастую выискивает именно Марату Есть и более наглядный пример На этот раз уже Марата стягивается вниз, где получает мяч от Рюдигера И центрбеки Арсенала следуют за Альваро, как я и говорил Дальше Марата в одно касание отдает на Жоржиню, который уже забрасывает мяч за спину защитников-канонеров Куда уже вбегают Педро и Баркли Обратите внимание на скорость этих моментов Они разыгрываются за несколько секунд И Виллиан, в отличие от Педро, не успел бы прочувствовать момент и забежать за спину защитников В этом и кроется преимущество Педро Пример Гвардиолы показывает, что позиционный футбол в Англии должен быть предельно вертикальным Педро, в отличие от Виллиана, может делать забегание и играть предельно вертикально Также у Педро есть ряд других преимуществ над Виллианом Например, испанец гораздо более дисциплинирован и готов отрабатывать в защите Педро является ключевым звеном в построении Атак Сари Именно он позволяет играть вертикально А его забегание объясняет нахождение в составе таких игроков, как Марата и Давид Луис Таким образом, именно Педро может стать одной из важнейших частей возможного триумфа Челси Продолжение следует... Ну а на этом всё Я всё ещё жив, а это стоит отметить лайком и подпиской Пишите, как вам ребрендинг канала или какой-нибудь другой классный и адекватный коммент Жмякайте на колокольчик и аривидерчи Субтитры делал DimaTorzok